Всем привет! С вами снова Лев. Прогуливаюсь здесь по берегу моря. Купаться не купаюсь, но босиком походить по теплой гальке, по теплому песку очень даже приятно. Пляж здесь с цитрусом абсолютно пустой. Есть некоторое количество отдыхающих только на территории пансионатов, в частности, в основной роще. Там отдыхающие есть, то есть и на пляжу тоже, соответственно, в разгар дня люди даже купаются. Ну водичка по мне уже такая бодрящая, чтобы так прямо сказать, что она теплая уже не скажешь. Так, ну ладно, видео не об этом. Вообще думал снять только лишь по ситуации на крипторынке. Интересно произошла такая манипуляция от Bitfinex с тезером, что он в моменте чуть ли не в половину проседал по отношению к доллару, хотя тезер вроде как привязан к доллару, то есть это типа такой стейблкоин, который всегда равен одному доллару, но вот как видим не всегда. И в этом моменте, соответственно, по отношению к биткоину тоже он интересный показатель такой был. На Bitfinex доходило, по-моему, до 7800 курс биткоина по отношению к тезеру. А к обычному фиатному доллару, например, не превышал 6500 на том же Bitfinex. Ну вот, сегодня такой интересный день. Везде разные курсы и у людей, которые не искушены, так сказать, крипто темы, у них просто, наверное, взрыв мозга случился бы, если они пытались выбрать, где же купить им биткоины и по какому курсу, и как вообще это определяется. Рынок сверх манипулятивный. Я лично от тезера уже отошел еще летом. Все, я только в паре к доллару все сделки совершаю. Тезеру я не верю, Bitfinex я не верю. Тоже летом были сигналы в отношении этой биржи, что лучше оттуда деньги выводить и вообще подальше от них, от их делают. Вот. Ну и еще хотелось бы добавить, если в ваш портфель просадки наверняка в нем несколько монет, возможно, даже десяток, может быть, даже и пару десятков, да? И, как вы понимаете, периодически они все равно выстреливают. Ну, допустим, вы фиксировать не хотите убытки и пытаться по новой заработать. Вы просто сидите, холдите, да? Вот смотрите, я тут попробовал немножко поработать, потому что есть тоже монеты, которые в просадке в несколько раз они выпали в цене от того момента, когда я их купил. Ну, то есть неприятно. Смотришь на это вроде как бы, ну, и забиваешь на некоторое время, ну, там ждешь лучших времен, может, отрастет, видишь, да? Вот. Но периодически они все-таки выстреливают. Конечно, не до тех высот, на которых посчастливилось, так сказать, в кавычках взять их. Но, знаете, в моменте доходит там 25, может быть, даже больше процентов они растут. Я просто стал отмечать для себя, что на этих свечках, в общем-то, можно смело их продавать. Ждешь день-два-три и откупаешь там, ну, процентов на 10, на 15 дешевле. И эта тактика, она себя оправдывает. Вот, я не знаю, может кто-то так же делает. Просто, видите, после хорошего роста всегда какой-то откат идет. И если вы можете, ну, случайно даже подошли к компьютеру, там, посмотрели эти курсы, увидели, что есть там плюс 30, плюс 40 процентов, да, рост там. Ну, хороший такой, действительно памп. Надо продавать. На таком рынке, как сейчас, можно смело продавать. Уж там x2, x3 за день вряд ли такое будет. Поэтому продаете, ждете немножко и вознаграждены будете тем, что она все-таки откатится. И вы отобьете те же 10-15 процентов от всего проигрыша. Или просто увеличите количество монет. Или немножко битка высвободите из какой-нибудь альта просевшего. Вот, собственно, такая незамысловатая стратегия. Но она для тех, кто, в принципе, следит за своими монетами каждый день. Потому что эти прострелы, эти пампы, они как бы неожиданно бывают. И никогда не знаешь, когда это произойдет. Не предугадаешь, короче. Ну вот, собственно, тем, кому интересно, заходите в Telegram. Не видно, солнце отсвечивает. Не видно было палец. Видно или нет? Заходите в Telegram группу. Там мы общаемся по теме криптовалют. Собственно, делимся мнениями. Там фуда особо нет. То есть, стараюсь поддерживать немногословную такую, знаете, атмосферу. Все лишнее удаляю. Поэтому звенеть, трещать ничего не будет. Только самая ценная информация остается. Вот. Ну и, знаете, компания такая подобралась. Ребята, практикующие трейдеры. Многие владельцы ресурсов своих, там, YouTube-каналов. Поэтому нормально, ребята, в теме. Так что, если вам нужна отдельная информация по существу, да, самая соль рынка, то присоединяйтесь к нам. Ссылка будет в описании к этому видео. Ну что ж, спасибо за внимание. С вами был Лев из Абхазии. Финансово вам благополучия. Пока-пока.